Всем привет! Гайд, который долго откладывал, потому что здесь нечего говорить. 95% аптитуд это филерный мусор. И сейчас я поясню, какие аптитуды не дерьмо, а какие полное дерьмо, какие 100% можно спинить, какие лучше не спинить, чего для чего, какие из комбинаций прям супер классные. Поехали! Начнем с комоновских аптитудов. Самая первая аптитуда это робус лангс, что он делает софт капстамина на 100 увеличивает. Полное дерьмо, мы это спинем. The hair спинем, это 100% вам ненужная аптитуда. Sturdy Strikes ненужная аптитуда. Hungry Hippo ненужная аптитуда. Low Metabolism. А тут остановимся, так скажем, немножечко. Вы медленнее голодаете? Это супер охуенно. Все. Это, тут больше нечего сказать. Вы просто медленнее теряете еду, когда вы тренируетесь. Что это вам дает? Вы едите меньше, соответственно вам надо меньше еды, и вы сможете больше получить за определенное количество еды. Я практически все здесь буду основывать на СП. Потому что Low Metabolism помогает качать СП довольно сильно. Дальше идет Visionary. Это дерьмо, Escapist дерьмо, Relabel Friend дерьмо, Unrelating Spirit дерьмо, Devoted Student. Остановимся. 20% скидка на SS. В случае, если вы человек серьезный, да, и вы хотите много SS, а он будет стоить вам копеечку, то вот эта аптитуда это не худший вариант, ребята. Потому что если у вас, к примеру, сессия там 10 тысяч, то вместе с этой темой сессия будет 8 тысяч. Единственная проблема, что вам надо будет бегать с стилем, который принадлежит какому-то из залов, в котором вы качаете себе SS. Да, сейчас там и виваки делают макросы, которые ходят вперед-назад, можно там и в муай-тай, и в боксе, и в карате, где угодно. Но, приоритетно это все равно будет кунг-фу, куры или тэквондо. Если вы клан лест, то кунг-фу или тэквондо. Больше выбора особого нет. Присмотритесь, если вы идете в SS-арку плотную, то есть до 1000 SS, если идете, devoted student, учитывая то, что сейчас можно легко получить MC-шки, и у вас мусорные аптитуды, и вы можете их ролить. Советую присмотреться. Loyal Employ. Одна из двух комоновских аптитут, и в принципе аптитут в этой игре, которые позволяют вам увеличить свой инкам во время бегания работ. Loyal Employ, чисто по моему мнению, является аптитудой, которая лучше, чем EmployBest. Почему? Потому что Loyal Employ позволяет вам зарабатывать даже не в выходные. Loyal Employ это гарантированные 30 тысяч в час, если у вас нормальный РС. Не гигантское количество, не микозучи, а просто нормальный РС. Это гарантированные 30 тысяч в час, при том, возможно, даже больше, потому что сократите, опять-таки, вы не минуту делаете cleaning job и тому подобное. Вы можете заработать даже больше. А 50 тысяч в час, это, считайте, обычный чувачок с EmployBest, бегающий на выходных. Но на выходных может бегать только чувак с EmployBest. Чувачок без EmployBest не получит на выходных такого инкама. Поэтому вот думайте. Professional Shift это мусор, Unrelating Spirit это мусор, Comp... Он уже был, да? Да. Ну, блять, Бэпа дебил. Composed мусор, Unbreakable мусор, Tartois мусор, Feast of Justice тоже мусор, EmployBest. Вот, пришли ко второму аптитуду. Что он делает? Он увеличивает на 50% получаемые деньги с всех работ в игре. Это очень похожий по своему действию на Loyal Employ аптитуд. Появился он раньше, он более популярный. И много людей считают, что это нормальная тема. Способы фарма с этими двумя аптитудами разные. В случае с EmployBest профитнее всего на выходных зайти, челануть и таскать коробки. Только и StockJob. В случае с Loyal Employ вы не должны отменять работы и бегать все, что дают. Если вам выпадает Loyal Employ и EmployBest, как я посчитал, в час вы сможете сделать на выходных где-то 1070. Это колоссальные деньги. Это просто огромные деньги. Поэтому, если вам выпадает EmployBest и Loyal Employ, и вы не хотите донатить в эту игру, то я вам советую просто пофармить кучу бабла, чтобы вам до конца жизни хватало. Потому что такое случается редко. Глютон. Вот смешная аптитуда, которая так же как EmployBest стакается с Loyal Employ, глютон так же стакается с Low Metabolism. Притом отлично. Что такое глютон? Глютон это аптитуда, которая увеличивает ваше насыщение от еды, получение сытости от любой еды на 40%. Объясню популярно. Если вы за всю еду из магазина получаете на СП Макросе 30% фатиги, то вместе с глютоном вы будете получать 42% фатиги. То есть на 40% больше. Что действительно заметно, что действительно весомо. Поэтому, если вы хотите идти в СП Арк, вам 100%, я вам гарантирую, если у вас много СП, как минимум, я вам гарантирую, что вам нужен глютон. Вам, если выпадет глютон и Low Metabolism, это песня. Очень легко макрить СП в таком случае. Запомните. Power Player Mouser, Lazy Larry, поломанный аптитут, который должен работать как геймпасс, но он работает как половина геймпасса. Поясняю. Как работает геймпасс? Без геймпасса вы получаете минус 0,02 бодифатиги за тик, когда лежите на кровати. Вместе с этим самым геймпассом, Fast Recovery называется, стоит там 650 робуксов, по-моему, вы будете получать минус 0,03 фатиги за один тик. Что делает Lazy Larry? Когда у вас нет геймпасса, вы получаете минус 0,02, минус 0,03, минус 0,02, минус 0,03. То есть понимаете, что это нихуя не 50%, это 25%. То есть Lazy Larry это половина геймпасса. Джохан очень-очень, как сказать, очень-очень скупой человек, очень-очень хочет много денег, поэтому он даже не смог дать бесплатный геймпасс в виде коммоновской аптитуды. Ну, добавил бы хотя бы в виде рарки, но нет, он жадный. Переходим к раркам. Здесь надолго вообще мы не задержимся, потому что здесь, ну, все пиздец понятно и все дерьмо. Лифтер. Для масл билдов возможно, но опять-таки, для масл билдов есть и получше аптитуды, которые на лайфтайм можно выбить и с ними бегать. Лифтер позволяет вам быстрее поднимать снаряды, то есть быстрее на барбеллах поднимать мышцы. Что, как бы, приятно с одной стороны, с другой стороны мусора. Вайлдог мусор, панчинг спешилист мусор, клипинг блоу супер мусор, шарпнесс супер пупер мусор, стокпайл дерьмище, да. Your supplements give an additional 30 seconds the normal. То есть вы вообще вдумаетесь на сколько стокпайл дерьмо. Вы, к примеру, с одного протеина получаете 3 минуты бафа. 3 минуты. А он добавляет вам полминуты к протеину. Полминуты, это... Ну, это ничтожно мало. Камон. Супер мало. Вы получаете сколько получается? 180 секунд, а он дает всего 30. Позор. Очень мало. Дерьмо аптитуда. Determination. Дерьмо. Heavy handed. Дерьмо. Style specialist. Тоже дерьмо. Gifted. Ну, экстра слот. Что еще сказать? Ну, тут все описано. То есть вы можете взять еще один скилл. Если вы смекозучий, то у вас дохуищу стоят скиллы ваши клановые. Поэтому, не знаю, сможете ли вы вообще себе позволить такую роскошь. Slouch it back. Название, если у вас плохо с английским. Запоминайте сейчас название этого аптитуда. Потому что это один из двух аптитудов в этой игре, который изменяет ваш рост. Больше таких аптитудов в игре нет. В этой игре их только два. Slouch it back, который уменьшает ваш рост. И вот он, growth spurt, который его увеличивает. Запоминайте. Потому что очень часто встречаю, люди не понимают, что им выпало. Ну, come on. Slouch it back уменьшился, growth spurt увеличился. Все. Genetics durability дерьмо. Ну, как и все, все, короче, абсолютно все аптитуды из Genetics подразделения. Это филерные аптитуды, чтобы было тяжелее выбить нормальные. Поймите. Потому что тот проф, который они дают, он ничтожно мал. Вдумайтесь. Вам глютон, по сути дела, дает 40% к прогрессу. 40%. Вам на 40% легче макрить. Что дает вот это дерьмище? Ну, 5 или 3%. Ну, 5, 3, 6. Где-то так. Процентов. Притом, просто к окончательному результату. К полученной вами durability после сессии. Дерьмище. Просто дерьмище. Нахуй не надо. Старди бэк. Полное дерьмо. 15% редакшн. Ну, тут еще типа написано, что оно не 30%, а 15% всего убивает. Крой, дерьмо полное. Гровь спрут. Повторюсь, вы растаете. Анъелдинг резолв, он уже легендарный. Я не знаю, Биг Бой Бэпа вообще. Ну, за что ему платят? Типа, делал бы я Вики, я бы давно это переделал. Это легендарка. Не понимаю, за что ему платят. Это легендарка, которая полное дерьмо. Панчинг спешилист полное дерьмо. Опять генетикс дровель полное дерьмо. Генетикс масл дерьмо. Allrounder дерьмо. Все, переходим к легендарным аптитудам. Ура, 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 ура. Мы переходим к легендарным аптитудам. Манитолкс полное дерьмо. Объясняю, почему. Это хорошая тема для сигналфайтеров, для чуваков, у которых огромное количество денег. И они минмаксит по жести. То есть, им вот такой вот буст ценой в дохилищу денег нормален. Что делает данный аптитуд? Когда вы бьете, когда у вас на кошельке там 30 тысяч, каждый ваш хит стоит 500 долларов. Но, если у вас 30 тысяч на кармане лежит, то у вас 24% буст дэмэджа. Сами думайте. Ну, это полное дерьмо. Просто поймите, это полное дерьмо. Форсайт. Ой, блядь, что я сказал. Кунинг Вижн. Это штучка, которая позволяет вам, типа, задоджить одну атаку. Она не станет оппонентом. То есть, вы просто, типа, уйдете от одной атаки. Если вы, к примеру, думаете, что... Ой, вот в меня дают 4М1. Раз, два, три. Четвертый я уклоняюсь. Да? А потом начинаю врага бить. Если враг после 4М1 не привык давать какой-то скилл, то тогда, да, возможность работает. Иначе враг даст вам 3М1 скилл, а потом еще и продлит. Потому что вы от него уклонились, от его 4М1. Файтерс Аптитуд Мастер. Полное дерьмо. Вообще, ну, прям, тотальное дерьмище. Это ненужная аптитуда. Эффициенси. Это супер ненужная аптитуда, потому что она уменьшает ваши кулдауны взамен на дамаг. Она бесполезная, потому что вы, может, подумаете, что она мало дамаг забирает. Нет, она много дамаг забирает. Мейн-чарактер. Одна из прикольных аптитуд, относящаяся к легендаркам, добавляет вам чуть ли не способность. Когда вы просаживаетесь до 20% хп, вы просто пишете I refuse to lose. Да, вот, капсом. В чат. И вы, как реально главный герой крутого какого-нибудь аниме, как мой любимый, конечно же, аниме-герой Канеки Кен, да, говорите, что вы отказываетесь проигрывать, и сюжетная броня просто не дает вам умереть. Вас отхиливает чуть-чуть, и вы кайфуете. Вот так вот. И также по вам на 15% меньше дамага входит. Хороший аптитуд, хороший. Файтерс аптитуд брейкер. А вот это уже прикол. Вот это уже прикол. Мы помним то, что есть аптитуда, называющаяся Money Talks, которая дает вам 24% баф. Так вот, брейкер дает 32% баф урона ко всем гардбрейк скиллам. На минуточку, да, на минуточку. Представьте, да. Вот, достаю калькулятор для вас, чтобы вы представили. Вот, к примеру, у меня есть какой-нибудь гардбрейк мув по типу на все володи, да, который сносит 194 урона. Это дропкик. Не самый домашний гардбрейк мув, да. Но anyway. Смотрите. У него будет 256 урона. Если я выбью брейкер. Вообще, понимаете, насколько это апэшно? Это очень сильная аптитуда, дающая вам просто гигантское количество дэмэджа. Да, единственный минус, придется юзать гардбрейк скиллы, но... Камон! Есть много смешных гардбрейк скиллов, флайн-ни, тигер-байт... Кстати, тигер-байт, вот просто представьте, тигер-байт, который и так имеет по 280 урона, по 270. О боже! Ну-ка. Оуу! Гад дэм! 356 урона, стигер-байта, если он у вас в базе 270 наносил. Это супер кайф Брейкер хорошая аптитуда, очень хорошая аптитуда Далее идет винфьюри Винфьюри смешная аптитуда Да, тут не, там не 25% Инклис дэмэджа 20 Сейчас, у меня она недавно была Что она дает? Вы, короче, когда человека Просто бьете, у вас может рандомно прокнуть Ветерок и вы будете больше урона наносить Ну, в принципе, это Нормальная аптитуда Средняя, для файтов хорошая Я бы так сказал Брейкер лучше, но винфьюри для файтов хорошая Если вы постоянно деретесь, то эта тема будет вам просто Экстра дэмэджа выдавать, это полезно Фартитуд Не бэнимэ, потому что Позволяет вам трениться до 85% Бодифатиги В случае, если вы качаете Ну, стамину Полезно РС полезно Если вы качаете СПшку, СС То это очень странно Потому что 85% В бодифатиге на СС Будет занимать Когда у вас высокий СС Приличное количество времени Поэтому Мейнстаты вы этим никак не пофармите Потому что, как ни крути К эндгейму ближе и ближе Мейнстаты идут очень тяжело По бодифатиге Вы ее очень медленно набираете Поэтому это Сомнительная аптитуда Мусор Тенасити Файтерс Аптитуд Это мусор Файтерс Аптитуд Оппрессив Это мусор Генетик стамина Худж легендарный аптитуд Просто 6% Дерьмо Просто Меня нет слов Кондишнед Халк Хороший аптитуд Для чуваков Которые любят Пользоваться грабами И играют на Масл Билде Полезная тема Особенно Если у вас какой-нибудь Охан Да Если у вас есть Охан И вы можете Откатывать К примеру Флорквейк Плюс Рейджин Блоу Что довольно сильно В иных случаях Мид Файтерс Аптитуд Флэш Да Просто да Ну это лучшая аптитуда В игре Ее хотят все люди На планете Если вы играете На линбилде Это то К чему вы должны Стремиться Потому что Ну лучшая аптитуда Другого не дано Если вы играете На линбилде То вот это Если вы не играете На линбилде То это не очень То есть На мышцах Вы должны стремиться К тому Чтобы получить Гровспрут Или брейкер Все Если вы получаете Гровспрут На мышцах Считайте Можно больше не ролить Кайф Потому что На мышцах Вам в принципе Никакая аптитуда Не поможет прогрессить СП И не макрить Ну и предик Старстриистам Это дерьмо Все Пояснил По быстренькому По фастику Раскидал За все аптитуды Пояснять Что делает Каждая аптитуда Выходило бы очень долго Да Переводить Что она делает Да и плюс Никакой полезной В этом функции Нет Потому что Они настолько дерьмовые Что перевод Их не имеет Никакого смысла Потому что Ну буквально Они не работают Я вам переведу К примеру Тенасити Да Вы дольше можете Находиться В негативной Стамине Ну и вы сидите Такие Ахуеть Класс Пиздец Ну и чё Кайфово Опрессив Да Тоже переведу Для примера Ваши атаки Имеют шанс Сделать так Чтобы у оппонента Его бег И дэши Стоили больше стамины Ну то тоже Интересная тема Да Шанс Какой-то там шанс Да Даже не написали Какой Чё-то Ну просто шанс Всё Поэтому На этом всё Всем спасибо Enjoy T-Mighty Омегу Парни Сейчас можно Убивать босса Каждый день Есть окна Посмотрите Моё видео Про босса Про апдейт Можно фармить Бесконечное количество МС коинов С него Если у вас Хорошая команда То даже Быстро и много А на этом Я с вами прощаюсь Всем пока Сначала